Добрый вечер! Чем люди обычно занимаются под Новый год? Как показало социологическое исследование, о котором я буду рассказывать, ну, наверное, на следующей неделе, в понедельник в том числе, они мечтают купить себе новую машину, потому что считают, что декабрь – это самая сладостная пора наиболее выгодных предложений по покупке следующего себе автомобиля. В этой связи возникает вопрос, а куда девать предыдущий? Людей, которые с нуля покупают машину, все меньше и меньше, в основном они меняют один вид обуви на другой, один автомобиль на другой. У нас в гостях сегодня Александр Перепелов. Мало того, что он генеральный директор, самое главное, что он эксперт направления автомобилей с пробегом фирмы, которая называется HeadMateLab. Вот эти три английских слова, их надо уметь произносить. И эта фирма как раз специализируется на том, что она объясняет всем желающим поиграть в бизнес секонд-хендом, как это правильно делать. То есть это учебное заведение. А у нас с вами есть возможность получить толику знаний непосредственно от человека, который пишет методические пособия. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, радиослушатели. Узнал много интересного про себя самого. Да, я просто даже как-то замер и в тишине сидел и слушал. Но про методологию, методички, это тоже очень сильно. Хотя, наверное, это разновидность того, что мы делаем. Ты же не столько бизнесмен и не торговец, сколько человек, который передает свои знания и опыт. Мне бы хотелось так думать. Ну, то есть, как бы, и, наверное, наверное, да, это то, к чему я стремлюсь и то, что мы делаем. Ты же не директор комиссионки. Нет. Ты же педагог. Хорошо. Будем считать так. Ну, вопрос-то же ведь, ну, как это, первую часть посмотрим, да. Выгодно ли время сейчас покупки? Ну, безусловно, да. Самое ли оно выгодное покупки или замена автомобиля? Ну, это тоже все очень относительно условно. Хотя, на самом деле, когда меня тоже спрашивают, а когда лучше всего менять машину покупать? Ну, как везде, в конце каких-то периодов. В конце месяца, в конце квартала, в конце года. Время, на самом деле, хорошее. Хотя часть людей сидят и думают и говорят, что вот в начале года будут такие предложения. Ну, и то мнение, и другое, оно, на мой взгляд, вполне взвешенное и правильное. В этой связи маленькая ремарка. Сильно подозреваю, что поскольку 2013 год не удался в коммерческом отношении у большинства брендов, на 2014 год планы продаж будут сильно снижены. И в этой связи 2013 год им придется закрывать любой ценой, поэтому будет много скидок и предложений. А 2014 год сокращенным планом будет уже не таким домоклым мечом над ними висеть, поэтому и планы продаж будут сдержаннее, и, соответственно, скидки и товарные предложения будут тоже сдержаннее. Поэтому, скорее всего, вот именно в связи с тем, что 2014 год будет, может быть, даже последним в истории нашей страны, ну, такое тоже может быть, очень выгодно именно сейчас купить себе новую машину, потому что 2014 год может не начаться. Вполне. Ну, разумно, да, и тоже с этим согласен. И что касается года, тоже можем говорить, удачный и удачный. Год-то не такой плохой, как это ожидания импортеров и тех, кто хотели продать его, у них были значительно выше. Но это все лирика, да, что называется. Как это, потихонечку от большого пойдем в наш родной автомобиль с пробегом, да. Ну, наверное, как ты правильно заметил, у большинства людей, которые хотят купить себе какой-либо новый автомобиль, то бишь с пробегом или совсем новый, да, наверное, какой-то автомобиль есть. И вот здесь есть такая дилемма, что с ним делать? Ну, то есть, как бы, да, то есть, по-хорошему, мы бы хотели бы получить новый автомобиль, свой старый отдать, и чтобы было все замечательно, здорово, удобно. И без доплаты. И без доплаты. Ну, в силу того, что это же я. А это же моя самая лучшая любимая машина. То есть, как бы, лучшей моей не существует. Конечно, а какую я музыку в нее поставил? Да, 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 и сколько много, а сколько, как я ее холил и лилел? Сколько я о ней заботился, и как я ее, как это, ремонтировал и отбирал самые лучшие для своего автомобиля? А как я поршневые кольца скрыл от вас, что они у меня залегли, и залил туда специальную жидкость, ликвимолевскую, и вы об этом не узнаете? Это с какого труда мне стоило? Это да, то есть, и нервов. И нервов. Я же переживаю. Ну, это мы так пошутили, но тем не менее, да. На самом деле, у каждого человека из нас есть выбор. А выбор-то достаточно простой. Мы либо это сами делаем, ну, то есть, мы либо сами продаем свой автомобиль, либо пользуемся услугами каких-либо компаний или людей. Которых ты уже научил? Ну, в большинстве случаев. Ну, я не могу сказать, что в большинстве случаев. Компания же тоже разные, да, то есть, и люди. По крайней мере, мы прилагаем все усилия и делаем все возможное, чтобы... И объяснить людям, что же надо сделать. Плакать будешь потом. Итого, два пути. Первый — продаю сам, второй — доверяю профессионалам. Да, и... Да, именно. Их, на самом деле, всего два. Выбор-то очень такой... Он уже есть, это хорошо, но не такой большой. И чаще люди говорят, ну, вот если я кем-то буду пользоваться, особенно если куда-то буду сдавать, то с меня возьмут, мне дадут за мою машину полцены, и мне это там, ну, невыгодно, предположим. Да? То есть, как бы, либо вот... Ну, вот такое настроение оно есть. То есть, в среднем по рынку какой-нибудь процент уже устоялся, сколько зарабатывают трейденщики? Ну, тут смотри, какая вещь, да? То есть, конечно же, средняя температура по больнице есть, да? Сколько процентов средняя температура? Ну, я сейчас к этому приду, да? Просто все зависит от разности услуг. Какая услуга? Человек может поставить машину, например, просто на комиссию. Ему деньги отдадут тогда, когда машина будет продана. Поясни. Так, что... Это уже начинаются нюансы. Это нюансы, да. Я могу машину, что называется, отдать и продавать ее за меня. Не назначаю цену. Так. А могу сказать, продайте мне ее, например, за полмиллиона, во что бы то ни стало. И это два разных сценария. Ну, вот давай об этом поговорим, да? То есть, как бы, мы, наверное, я думаю, вернемся к тому, что... Как это? У нас всегда есть выход сделать это самим. И вроде как бы это очевидно. Сам поставил, сам продал, сам все получил. Ну, то есть, как бы, за то, что заплатили за машину. Классный путь. Подводных камней там очень много. Ну, то есть, как бы... И... Слушай, дорогой, деньги давай, да. Деньги давай. Ну, это, я говорю, это уже, наверное... Это, да, это как причего языца, но тем не менее. Погоди, давай так. Значит, мы пришли к тебе на площадку трейд-ина. И какие есть варианты с твоей стороны, мне? Вот, вот, здорово, да. То есть, как бы, ну, вариантов я, наверное, предложу минимум три. Диктуй. Ну, таких самых очевидных и понятных, да? Диктуй. Все три. Все три. Ну, первое, это вот наше любимое слово, которое сейчас любит использовать. Это трейд-ин. По-русски говоря, обмен автомобилей. Да, то есть, как бы, если у тебя есть желание купить, например, новый автомобиль или автомобиль с пробегом, который находится в каком-то салоне, я тебе предложу следующий вариант. Ты сдаешь мне свой автомобиль, доплачиваешь какие-то деньги, да, то есть, как бы, какую-то разницу, и забираешь новый автомобиль, либо какой-то другой. Моя машина ушла в зачет. Да, при этом стоимость назначаю я. Ну, то есть, как... То есть, я как покупатель говорю, я готов у тебя купить, де-факто, эту машину вот за такие деньги. И здесь есть какой-то процент твоей прибыли, который... Да, безусловно, это не безвозмездно. Нет, я часто слышу, как специалисты жалуются, рассказывают, что мы работаем только для вас, только для клиентов и все прочее, да? Да, конечно. Да, то есть, как бы, ну, как говорится, обещать жениться, не есть жениться, да, поэтому, ну, я не видел огромное количество компаний-меценатов, которые ведут так... Я меценатов вживую вообще ни одного не видел. Да? Ну, то есть, как бы, ну, видишь, значит, мы как-то, мы в одной стране и с одними людьми общаемся. Процентик-то какой они обычно берут с себя? Ну, смотри, вот здесь, да, здесь я называю, здесь тоже у всех жадность разная. Ну, то есть, как бы, смотря какая стратегия у компании, если... Ну, нормой, нормой, на мой взгляд, мое внутреннее вот ощущение, то, что я рекомендую, то, что я придерживаюсь, ну, это должен быть диапазон, это процентный, где-то от 8 до, там, 11 процентов. Твоих рекомендаций многие фирмы придерживаются? Прецеденты есть. Прецеденты есть, вот, хороший ответ, да? То есть, как бы, да нет, но и делать даже не в моих рекомендациях. И многие компании-то неплохо понимают, что это оптимум, да? Потому что, ну... Слушай, я смотрю на ценник Bluefish'а, у меня такое ощущение, что она процентов 200. Наценка? Да. Потому что, когда я вижу, что машине 5 лет, у нее пробег там 150 тысяч, из-за нее хотят всего лишь на 5 процентов меньше, чем она же новая в салоне, у меня такое ощущение, что здесь совсем ребята не по правилам играют. Ну, при всем том, что... Не будем о Bluefish'е. Первый вариант, трейд-ин, и, скорее всего, здесь будет от 8 до 11 процентов. Маржа за эту сделку, то есть, я теряю как минимум 11 процентов. Ну, не как минимум, как всегда мы округляем, да? Давай считать для простоты 10. Ну, то есть, вот такая психологическая цифра 10, которая в сознании, да? То есть, цена этой услуги плюс-минус 10. И я продешевил 10 процентов на трейд-ине. Вариант второй. Тут еще возникает вопрос, от чего считать? Ну, то есть, как бы, почему расходится понимание, да? Об этом чуть позже. Хорошо, давай говорить авторам. Например, ты говоришь, нет, мне... Я не готов платить 10 процентов. Ну, то есть, как были вообще, в принципе, вот. То, что предлагать, мне, например, неинтересно. Я, конечно, не жлоб, но я такой хороший. Да, но что-то мне так не нравится все это, да? То есть, как бы, есть вариант комиссии. Вариант комиссии. Об этом после новостей. Конечно. Обязательно поговорим. Александр Перепилов, Headmade Lab, генеральный директор и эксперт направления автомобиля с пробегом. Тот самый человек, который объясняет, когда, что и где. Лучше всего покупать и продавать, особенно если речь идет о вторичном рынке. Итак, сейчас декабрь. Самая пора избавиться от своей машины купить новую. Есть три варианта. Вариант первый. Трейд-ин. Вариант второй. Комиссия. Да, можно сдать также автомобиль на комиссию. Ну, не договорились. Есть возможность, например, приобрести новый или другой автомобиль и заплатить за него либо деньги, либо воспользоваться кредитным предложением, да, а свой, ну, то есть эти две сделки разнести, да, то есть как бы поставить по той цене, которой я хочу, поставить свою хотелку, ну, либо какую-то там выше, как правило, да, происходит. И получить деньги. Здесь принципиальное отличие, что мы не получим сразу в зачет. Я не дам денег в зачет или там в счет новой машины или не выплачу, да. То есть деньги ты получишь после продажи своего автомобиля. А когда наступит это будущее? Это то же самое, как в Советском Союзе человек сдавал в комиссионку старые ботинки. Своего рода, да. Комиссионка не выкупала эти ботинки. Нет. Она давала тебе уведомление, что ваши 15 рублей, вот они в кассе, приходите и получите. Да, после того, как находили человека, который желал заплатить эти 15 рублей за эти ботинки. Поэтому покупатель, приходящий за новой машиной, оплатит 100% стоимости новой машины. Ну, либо кредит, либо вариант. Любым, да, финансовым инструментом пользуется. Но от старой машины он не избавляется. И что самое главное, не происходит перехода собственности. Да, собственность не будет переходить. На данном этапе получается, что у человека два автомобиля, старый и новый. И старый по договору комиссии может находиться бесконечно долгое время у дилера и ждать следующего покупателя. Может быть год, может быть пятилетку. Ну, это крайности, хотя такое тоже может быть. То есть в моей практике были и машины больше года реально стояли. По многим причинам. От того, что и машины сложные, и люди изначально. Им же всегда хочется большего. Мы, конечно же, стараемся решить эту задачу в том числе. Но бывают и другие истории. Надо тут в данном случае розгами, чтобы желания с возможностями наконец-то совпали. Ну, не знаю, розгами. Мне всегда, ну, в большинстве случаев мне хватало с людьми поговорить. Просто порассуждать. Вот если просто порассуждать с людьми, очень многие вопросы решаются. Что ты им говоришь? Человек приходит и говорит, я не хочу трейдынить, потому что мне жалко 10%. Ставлю машину на комиссию за сколько там по рынку? 550 за 600. За 600, да. То есть это как-то тоже ничего. Ну, спорить, наверное, глупо всегда с людьми. То, что я и всегда призываю. Можно, конечно, сказать, что да нет, вы что, это нереально и все прочее. Ну, то есть споры есть плохо. Ты же не имеешь возможности сказать ему, что он козел. Ты вынужден улыбаться и говорить, понимаете, ваша ситуация не столь однозначна. И ваши надежды в данный момент не настолько адекватны ожиданиям, которые можно предложить вам в виде реализации. Как красиво. Надо записать эту мысль. Ну, по сути, именно так оно и есть. То есть людям просто начинаешь объяснять. Ну, вот есть предложение по похожим машинам. Вот ваша машина будет дороже всех стоять. Да, то есть, а, ну, при этом еще есть другая вещь, ты говоришь, хорошо, давайте поиграем в эту игру. Но для этого надо сделать химчистку, для этого надо сделать полировку, для этого, знаете, вот у вас здесь вот бампер поцарапан, его надо покрасить. ДТО осталось две тысячи, надо ДТО сделать. Ну, то есть машина за такие деньги, она должна быть вот как новая. Ну, то есть вот надо в нее вложить очень приличную сумму денег. За чей счет? Ну, если это, чья это еще пока машина? Вы знаете, я хочу себе новый Мерседес, а вы что-то меня еще старым. Мозги пудрите. Ну, вот я говорю, так примерно и происходит, да, то есть как бы, я говорю, если эта машина еще ваша, то эти вложения, конечно, зачищут. Мы готовы их произвести, то есть, ну, например, в компаниях мы делаем эти работы, но выход какой? После продажи мы эти деньги забираем, либо если вы забираете эту машину, то вы их оплачиваете. Ну, то есть в любом случае это затраты человека пока в настоящий момент. Тут есть другая проблема. Их никто не гарантирует, возврат. Ну, то есть как бы этих денег ты вложил. Машина может не продаться. Она может за 600 не продаться. Она может продаться за те деньги, которые я, например, предлагал по системе обмена, только еще с этими вложениями. Потому что на самом деле, ну, то есть даже при обмене трейдыни, я не могу сказать, что прям вот настолько все сладко и хорошо у всех компаний. При всем том, что мы понимаем, ну, там, эти специалисты понимают, что они делают, и, ну, хотя тоже очень, конечно, красиво сказал, чаще понимают, что они делают, не всегда далеко. Вот. Там бывают такие моменты, когда на машине ничего не зарабатывается, или она продается, например, в убыток. Этого никто не знает. Бывает. Ну, и все-таки есть еще в штатном расписании абсолютно каждого трейдыновского подразделения сотрудник по фамилии Дрель. Так. Я тоже что-то новое узнаю. Мне надо понять, это кто. А это тот, который скручивается в спидометр. И тогда в судьбе машины начинаются революционные изменения. Ну, тут тоже выбор каждой компании. Я вот тех, которых знаю, у них у всех штатные. Я не буду казаться белой вороной, но я могу сказать, глядя людям в глаза. И вот я для себя как-то принял это решение, так не поступать. Правильно, поэтому ты педагог. Дело даже не в педагоге. Я нашел даже объяснение. На одной встрече с коллегами мы, как это, был разговор как раз вот на все темы, в том числе и на эти, что там говорить. Ну, то есть такой бизнес, да, про скручивание, пробег и все прочее. Он сказал замечательную фразу, которую, наверное, мне очень многое объяснило. Он сказал, я карму портить не хочу. Аллах Акбар. Ладно. Так вот, возвращаемся к комиссии, да. То есть, как бы, если мы, например, хотим продать эту машину дорого, ну, мы что-то вкладываем или, например, не вкладываем. Ну, то есть, в любом случае, мы не знаем, что здесь будет, да. То есть, как бы, вы как... Мы, это в данном случае фирма. Ну, и мы, и как человек, то есть, мы как два человека, участвующие в этой сделке, да. То есть, как бы, мы пирог еще не получили, делить будем потом. Делить будем, соответственно, если мы... Сколько это стоит? Ну, я думаю, что это нормальная ставка по Москве, это сейчас порядка пяти процентов. Ну, там, может быть, пять-семь. Ну, скажем так, пять это в девяносто процентов случаев. Пять-семь процентов, семь процентов чего? От цены продажи автомобиля. Это твои затраты? Нет, это плата за работу, за продажу автомобиля. Это комиссионное вознаграждение. Человек ставит машину на комиссию. Ну, для простоты. И получает на семь процентов меньше, в итоге, чем вы договорились. Потому что это семь процентов, ты с него снимаешь за подготовку машину к продаже, за... За работу. Натер здесь, поторговался там, разместил рекламу на сайте и так далее. Ну, на самом деле, там то, что поторговался, это тоже все обсуждать, закладывать. То есть, вот, по-простому. Мы продали машину, предположим, за 600 тысяч рублей. Случилось же чудо. Ну, то есть, как бы, такое же тоже может быть, да? Соответственно, там, ну, в нормальных условиях человек на руки получит из них 570, предположим. И поскольку это оговаривается в самом начале сделки, то есть, перед тем, как вступить в договорные отношения, получается, что человек приходит и говорит, не хочу трейдынить, потому что 10 процентов много, хочу комиссионку, но все равно минус 7 процентов. Ну, от какой цены смотреть? Да, да, да. То есть, ты ему назначил свою цену, ты сказал, она стоит 550 и еще минус 10 процентов. Да, он говорит, я хочу 600 в продажу, и от этого 5, например, заплатить. Вот после таких раскладов блондинки темнеют только лицом или еще и волосами? Или как? Не знаю. Ну, то есть, как бы, если они не понимают, они, наверное, темнеют. Если они начинают понимать, хотя тоже, наверное, когда понимают, темнеют. Когда понимают, темнеют. Вот когда не понимают, темнеют лицом, а когда понимают, обычно темнеют волосами. По-разному. Я статистику блондинок не могу привести, хотя об этом тоже надо подумать. Это же отдельная категория. Самая сладкая категория клиентов. Да, да, да. Во всех смыслах. Третий вариант. Значит, трейд-ин, комиссия и? Ну, и такие. Это самые распространенные. И, например, сейчас услуга, когда, например, мы можем просто, или компания какая-то может выкупить автомобиль. То есть, при этом необязательно ничего покупать в этой компании. Человек говорит, вот я не знаю, я вообще хочу продать машину, я не хочу об этом ничем думать, ну, то есть, никаких мне обязательств нет. Вот просто у меня, забирайте мою машину, дайте денег. Или я сдаю вам, что-то покупаю другое. Ну, то есть, просто выкуп, ни к чему не привязан. И в этой связи, может быть, даже фирма, к которой ты обращаешься, она не дерзкая, а сама по себе. Такие тоже уже появляются. Она и в первом, и в втором случае, может быть, не дилерская. Она юрлицо, которое иногда бывает аффилированным, а иногда бывает в чистом поле само по себе. Может и так быть, да. Оно, может быть, и даже как юрлицо не всегда формано. Так тоже у нас до сих пор. У нас рынок еще пока достаточно дикий, что называется. По материалам уголовных дел именно эта картина регулярно проявляется. Итого, у нас ведь теперь появилось уже несколько специальных фирм, которые занимаются только выкупом автомобилей. На следующей перепродаже, не имея никакого отношения ни к брендам, ни к дилерам, ни к чему. Да, не имея дилерской сети. При том, что даже иностранцы к нам пришли открываться именно по выкупу автомобилей. Совершенно верно. А Моторс, правильно мы говорим? Это ААА, как они любят говорить. Да, то есть как бы это тоже, это совсем другая модель построения бизнеса, когда они строят бизнес только на автомобилях с пробегом. Но при этом у клиента есть возможность. Он может оттрейдиниться, сдать в комиссионку, либо просто прийти и сказать, выкупайте. И договориться уже о цене. Здесь, да, здесь не означает, что дилеры оказывают только первую услугу, все остальные оказывают другую. Здесь это микс. Каждый сам решает, как он будет работать, что он будет делать. То есть как бы, если есть, например, в компании деньги, значит они выкупают. Если нет денег, значит они там на комиссию ставят. Ну, то есть это все зависит еще от конкретной ситуации. Причем третий вариант, когда выкуп, в данном случае уже право собственности переходит тому юрлицу, которому ты продал. То есть ты избавился от обременения в виде автомобиля, налоги ты больше за него не платишь. А вот у юрлица как раз у него начинается головная боль, потому что он-то машину у тебя забрал. Он забрал, да. Есть такое дело. Но это и в первом случае. По сути своей трейдин это то же самое, что и выкуп. Суть у них одна. Александр Перепилов, HeadMateLab, эксперт направления автомобиля с пробегом. Итого, трейдин, комиссия и выкуп это три инструмента, которыми мы можем воспользоваться в избавлении от собственного автомобиля. Выкуп ведь штука тоже не бесплатная. Нет, не бесплатная. Я думаю, что тут даже побольше попросят, чем за все остальное. То есть это будет подороже, что называется. То есть уценка моей машины будет выше? Да. Я прихожу и говорю, ребят, за пол лимона возьмите, я говорю, 450. Ну, плюс-минус в любом случае. То есть деньги сразу, как говорится. Это покупатель здесь и сейчас. Он прям сразу же покупает. Поэтому здесь, ну, я думаю, что можно говорить. Ну, не можно говорить, а средняя цена, температура по больнице будет где-то 12, может быть, даже 15 процентов. Какие-то вот уже, ну, что называется, это расцветает или это пока еще очень узкий сектор? Выкуп, да. Да он, ну, скажем так, опять же, зависит от специализации компании. Ну, если мы говорим о дилерском бизнесе, то он менее развит, помимо остальных, да? Хотя он тоже там набирает оборот. Хотя кто-то на этом строит свою стратегию, как мы сказали, компании, которые выкупают либо ставят на комиссию. Ну, вот та компания, кстати, которую мы имеем в виду, пожалуй, у нас их сколько? Одна наша, одна не наша. Блюфиш, который вроде как самостоятельное юридическое лицо, он баловал с одно время выкупом. Да, было дело, но сейчас Блюфиш это уже не отдельное юридическое лицо. Блюфиш это бренд, который имеет вес, а так, в принципе... Был Рольфом, Рольфом и остался. Рольф он и есть, он и делает бизнес, и, кстати, неплохо развивается. Ценник у них все назверский. Вот выкуп автомобиля, я выигрываю только в том, что деньги получаю сразу. Да, и у меня не возникает никаких обязательств. Ну, то есть, все, вот есть машина, вот я отдаю ключи, ну, и там договора, это уже там тоже дело пятое. Хотя, когда люди видят деньги, у них там глаза затмевают, но это отдельная тема, да, то есть, как бы, им нужны договора, они забирают деньги, а потом могут произойти всякие нюансы. А вдруг выяснилось, что эта машина еще за тобой, и поэтому на твоих номерах очень много интересного возникает. Да, и дай бог, чтобы так не было, да, то есть, как бы, но так может быть. И тем не менее, у нас остается три варианта, если ни один из этих вариантов не подошел, тогда мы идем старинным методом. Я хочу сам, я самый умный, фиг меня обманешь, и вообще моя трудовая копейка. То есть, продаем самостоятельно. Здесь как выглядит картина? Здесь картина тоже выглядит, ну, как, поговорим об этом, да, то есть, как мы не рассмотрели эти три варианта, везде приходится платить, а мы не любим за это платить. Тем более, а что такое продажа автомобиля? Ну, что это такое-то? Ну, я не знаю, там, да, дам объявление, придет человек и заберет у меня машину. У меня же самое лучшее. Мою точно заберет. Ну, так сказать, и мою точно заберет. Из-под меня-то. Из-под меня-то. Потому что, а если он не заберет, то он, наверное, какой-то странный человек, он не понимает своего счастья. И вообще акцент у него подозрительный. Да. Черняв он что-то. Вот, поэтому он будет, да, то есть, для того, чтобы продать машину, а тем более, когда человек мыслит так, что я буду продавать сам, как правило, он мыслит, что я буду продавать ее как? Дорого. Потому что на более доступно, более, скажем так, от его желаний, те, кто хотят сравнительно, там, ну, разумные деньги, не такие большие за свою машину, они всегда найдут какой-нибудь из вариантов. Они уже готовы к компромиссу, они уже все продали. Ну, конечно, они уже там, они уже ездят на новый, на новом автомобиле, в том, может быть, и так, вполне, да, то есть, как бы, приехал, пришел, увидел, победил. Раньше мы продавали автомобили из рук в руки, либо в Люберцах на рынке, глаза в глаза, теперь у нас есть Автору, где всегда цена, это цена ожидания. Да. Потому что она завышена так, мягко говоря, сурово. Да, она завышена, причем, ведь, тоже, вот, кстати, разговаривали на эту тему, и многие клиенты всегда на это ссылаются. Ну, то есть, ты им говоришь, вот, смотрите, вот, по вашему автомобилю мы готовы предложить столько-столько, потому-то, потому-то, так-то, так-то. Стоит 500 тысяч ваша машина? Да, то есть, мы там готовы предложить, да, ее за 500 разумно продать. Он говорит, ну, подождите, позвольте, вот, я тут вот вечер сегодня посидел, посмотрел на вторую, увидел, что там полно машин по 600. Ну, то есть, как бы, вы меня обманываете, я говорю, поймите одну простую вещь, я вам говорю о реальном рынке, а вы мне рассказывайте о желаниях людей. Потому что все автомобили, которые мы видим в объявлениях, на автору, на других сайтах, на каких-то порталах, их объединяет одна простая вещь, они еще не проданы. И нигде нету ни одного сайта, на котором мы можем посмотреть, какие были машины проданы и за какие реальные деньги. А чем все кончилось? Самое забавное, на том же автору, на который любят ссылаться, мы недавно нашли, ну, то есть, мы, как компания, мы нашли открытый абсолютно опрос. Там был простой вопрос, сколько вы давали скидки при продаже своего автомобиля? Какой размер скидки? Там было предложено ничего, 3%, 5%, 10%, 15%, более 15%. Ну, там, опрос, понятно, репрезентативность опроса, она тоже очень очевидна. Но после этого мы начали на своих обучениях спрашивать людей, а как вы думаете, как люди ответили? Все говорят, да никто там особо не торгуется, процента 3 давали. Люди, наверное, то есть, ну, ответы были следующие, примерно одинаково распределилось. Где-то порядка 20% давали, более 15% цены в итоге машины. Ну, то есть, как были ожидания, потом я понял, что глубоко заблуждался. А потом я вообще все понял. Да, потом до меня дошло, а потом у меня здесь вот еще что-то, а потом тот клиент, который у меня был первый. Это, как всегда, дилемма. Когда ты выставляешь цену, тебе приходит человек и говорит, да, я ее возьму, но вот дай скидку. Я сколько, я, когда меня спрашивают, что делать? Я говорю, вы знаете, если это разумная скидка, да, конечно, это тех денег, которым не хватит. Ну, то есть, на которые вы тоже рассчитываете, да, но если это разумная скидка, дайте. Потому что очень много было примеров. Я скидку не дал, через полгода продал, ну, еще процентов на 10 дешевле от того, что мне тогда предлагали. Да, вот сиди со своим разбитым корытом и смотри, как будет развиваться конъюнктура на него. Да, замечательно. У тебя есть товар? Отлично. Ты считаешь, что он столько стоит? Да, отлично. Осталось найти желающего, который готов за эти деньги купить этот автомобиль. Вот, поэтому, даже когда мы продаем сами, да, то есть, так вот. Про распределение, про, то есть, про скидки, да? Да, кто сколько? Четверть где-то, ну, там, процентов 20 больше 15, где-то около четверти 10 процентов. То есть, где-то четверть, примерно все так, ну, как там плюс-минус распределилось. Нет такого, что люди не дают скидок. На самом деле, и по жизни, я точно это знаю, продавая автомобиль, мы даже анализируем, сколько мы даем скидок. Просто мы-то чаще, когда работаем, мы даем скидки от реальных цен, от которых мы понимаем, за сколько можно продать. И там мы даем скидки, и они тоже немаленькие. А когда цены, мягко говоря, ну, такие, с большими ожиданиями, с большими цены, с большими амбициями, да, то есть, там приходится тоже поступаться людям очень серьезными суммами. А вторую, есть несколько машин, за судьбой которых я наблюдаю в течение, наверное, последнего года. Одна из них меня умиляет своей припиской. Там чудовищная совершенно стоимость на сильно поддержанную машину, невероятно, древнего года. И приписка, столь низкая цена только из-за года выпуска. Раза в три, наверное, выше, чем все вокруг. Ну, и да, да. Вот он продает ее уже больше года. Ну, тут, как это самое, здесь, я не могу сказать, что он не продаст, а почему нет? Нет, если человек, наверное, в это верит, может быть, когда-то такое чудо произойдет. Чудо же никто не отменял. Или, например, лотерею. Но если вы хотите продавать машину, а не играть в лотерею, тогда у каждого рынка есть законы, их нужно понимать, как они устроены. А живой рынок, Люберецкий или какая-то любая другая площадка, где глаза в глаза, руки в руки еще сохранился у нас по стране, как-то есть это? Он больше, ну, то есть, вот эта вещь, она осталась больше в регионах. Я, по крайней мере, находясь в разных регионах России, разговариваю с персоналом, ну, то есть, вот обсуждая и такие вещи, да, то есть, я часто говорю, что вот у клиента говорят, а я поеду на рынок. То есть, это еще есть. Есть куда съездить? Есть куда съездить. Ну, наверное, и в Москве есть куда съездить. Хотя я, ну, то есть, сейчас сила таких рынков, она очень серьезно уменьшена. То есть, их очень мало. Очень мало автомобилей именно на рынках, вот в таком понимании. Их все меньше и меньше продается. Это все равно какие-то площадки. Ну, кстати, эти площадки иногда бывают как футбольное поле. Да, бывает как, иногда эти площадки бывают еще и как рынки, ничем не отличающиеся. И причем некоторые из них бывают при тех самых юрлицах. Да. Ну, только, опять же, из того, что я говорю, я ни в коем случае не могу сказать, что рынок это есть плохо. Да, то есть, на самом деле, и на рынке могут люди очень хорошо продавать, очень хорошо готовить товары. Там есть очень хорошие автомобили. Но если вы едете на рынок, вы должны прекрасно понимать, вы должны в этом хорошо разбираться. Ну, вот, например, торговый центр Москва, у которого блистательная репутация Кидалы, он знаменит тем, что все люди, которые покупают там машины, почему-то через какое-то время вдруг выказывают некое неудовольствие. Потому что выяснилось, что за эти деньги это покупать смысла не имело. Это такая вот привлекательная особенность одной конкретной торговой точки. Да, но при этом же эти же тоже автомобили как-то дешевле общего фона. Люди же туда едут, потому что там более доступно. Они говорят, ну, вот, да, нам тоже часто, ну, там, Дилина расскажет, да, вот, представьте, там машина дешевле. Я говорю, ну, так надо поехать, наверное, туда. А как вы думаете, если машина дешевле, ну, в этом есть какая-то логика? Ну, то есть, как-то вот, вот, имея очень хороший товар, люди его за бесценок продают, ну, им, наверное, очень срочно нужно. Ну, наверное, да. Но я всегда обманываться рад. И торговый центр Москва, как клевещут очень нечестные люди, он как раз знаменит тем, что дрель там практически у всех. Потому что именно отсюда и возникает выгода приобретения. И год вроде как у всех, но пробег просто великолепный. И понятно, что в этом дорогом по арендной стоимости здании эти машины могут продаваться только по таким незначительным ценам при таких минимальных пробегах. Ну, как же иначе? Ну, это же не самый сложный путь. Зачем? Зачем людям рассказать, например, правду или рассказать про машину, про техсостояние? Все правильно. Здесь подмазал, здесь делал. Здесь, как это, скрутил. Да, то есть, как вот она и замечательный товар. А разговоры о том, что электроника не позволяет скрутить и настоящий пробег у современных серьезных автомобилей скрыть невозможно. Ну, я, как это вот, я не то, что от этого крещусь. Я хорошо это знаю, но я, правда, не являюсь специалистом. Но все, что сделано человеком, по-моему, элементарно этим же человеком меняется. Поэтому давайте жить без иллюзий. Это как с сигнализациями и со всеми остальными вещами. Ну, это же все придумано людьми. Так, кто-то верит, что противоугонка, она действительно против угона. Она решает свои задачи, но она не решает задачи от угона. Ну, то есть, если уж мы говорим. Так же и здесь. Да. Итого. Получается четыре варианта. Я продаю сам, либо трейлинг, либо комиссия, либо выкуп. Да. Ну, а здесь вот еще, я еще немножко хочу про сам поговорить. Да. Потому что вот я ни в коем случае, ну, то есть, всегда, на мой взгляд, лучше оставить выбор за каждым человеком. Он сам может решить, что ему делать. Но просто, когда ты продаешь сам, и ты пытаешься продать дорого, то машину надо будет как следует помыть. Ее нужно будет почистить. Ее нужно будет там доремонтировать, как я сказал, самому, да. Сделать хорошие фотографии. Вот у меня, у меня любимое развлечение, это я люблю вот смотреть общие сайты, смотреть, как люди продают свои машины. Какие там фотографии, какие там описания, но это же просто иногда песня. Поэма, причем видно было, что выпил человек очень много. То есть, так сильно переживал. Либо просто, как это, то есть, вот он абсолютно убежден в том, что он делает, да. То есть, как человек может продать автомобиль, не вывезть фотографию или фотографию там. Ну, там слишком много нюансов. Даже с тем же фотографированием, я могу сказать, вот, работая с дилерами, слушайте, ну, иногда 3-4 месяца уходит на то, чтобы людям объяснить, что 4 фотографии вот такого качества очень серьезно сказываются на продажу. Вот именно вот так они должны быть, а не как по-другому. Есть волна разочарованных, которые приходят к тебе и говорят, я пытался сам, и ничего не получилось. Такое тоже бывает. Но я не могу сказать, что это волна. Да, да, то есть, я все-таки говорю, когда работаю с клиентами, которые, например, готовы воспользоваться одной или другой или третьей услугой, да, у человека я всегда говорю, попробуйте, хотите сами, хотите так. То есть, у вас есть право выбора. Есть люди, которые говорят, а я попробую, там, говорит, я две недели попродаю, так попродавайте. Он приходит, а приходит и говорит, ну, что-то как-то вот я попродавал, я объявление, конечно, повесил, но что-то как-то это, никого нет. Ни одного звонка? Вообще ни одного звонка. У меня новый свежий BMW, буквально лет 10, а никто не звонит. Вообще, пара перекупщиков позвонила и сказала, да так уж и быть возьму, только не за эти деньги. Ну, да, 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 да. То есть, как это, у людей приходит понимание, то есть, ну, кто-то понимает, кто-то дальше решает. Ведь тут же еще есть интересная тенденция, да, которую важно понимать. Сейчас мы говорим, хорошее время покупки новых автомобилей, есть отличные скидки на новые эти автомобили. Вот с автомобилем с пробегом происходит примерно то же самое. Новости. Александр Перепилов, Headmade Lab, эксперт по автомобилям с пробегом. Итого, трейд-ин, комиссия или выкуп — это три юридически обоснованных варианта избавления от собственного автомобиля. Четвертый вариант — это риск под названием «Я сам, я сам». И если ты сказал перед перерывом, что сейчас время покупать новую машину, то на вторичном рынке время... Ну, тут же тоже происходит все очень просто, да. Если на новые автомобили сейчас время покупать, это потому что достаточно приличные акции и по деньгам, и по подаркам, по всему. Ну, то есть, рынок, что называется, автомобилей, цен, он тоже начинает проседать, да. Чуть-чуть поворачивается в сторону клиента. Да, чуть-чуть поворачивается в сторону клиента. Ну, и, соответственно, и рынок автомобилей с пробегом тоже логично, что он начинает проседать, да. То есть зависимость же есть. Если новая машина стала, извините, на 200-300 тысяч дешевле, то, наверное, новый автомобиль, вернее, автомобиль с пробегом годовалый не получится продать. Я подожду, да, и в январе точно сдам за 200 тысяч, но как-то. Но, тем не менее, рынок тоже, тут тоже важно соизмерять. Ведь, на самом деле, на мой взгляд, человек должен себе ответить на, ну, то есть посчитать свою, может ли он доплатить эту разницу. Люди чаще мыслят категориями конечных цен, за сколько я покупаю новые, за сколько он новый хочет купить со скидкой в 300 тысяч, а свою продать по максимальному рынку. С наценкой в 300. Да, с наценкой в 300. И еще в итоге понять, что ему осталось немножко денег. То есть он получил новую машину и остался в плюсе, что называется. И на сигареты. Да, так, легкая ирония, но тем не менее, да. Поэтому нужно все-таки понять, какова цена обмена, сколько вы в итоге доплатите. Потому что, может быть, я всегда людям говорю, что очень простую вещь. Если у вас на новую машину есть там хорошее предложение, которое там может быть 200-300 тысяч, да, там, ну, я не знаю, сколько. В зависимости от марки, какую человек покупает, да. И даже вот если будет на автомобиле с пробегом плата 10%, она реально будет меньше. Зато вы избавитесь от многих других проблем. Здесь, правда, возникает другой вопрос у клиентов, говорит, а насколько это все реально? Да, красиво. Вот сейчас какой-то Александр рассказал, как берут с меня 10%, а с меня готовы создать три шкуры и взять 30-40%. По ощущениям. Тоже же? Есть, конечно. Есть такое ощущение, да? Почему бы нет? А то же мы такие сидим здесь, как два белых пушистых зайчика и рассказываем, как все хорошо. Ну, я тоже не пушистый. А, я понял. Ну, мне же надо было приобщить. Да, ну, ты как раз вполне. Я вполне. Компания тоже действует по-разному, да. То есть, как бы, я всегда, наверное, ну, какой совет клиентам, да, что делать в такой ситуации? Для меня каждый человек должен принять решение сам. Хочет он заниматься самостоятельно, но это время, это деньги, это нервы, это нюансы, это, ну, это очень много. Это вот мы не задумываемся для того, что надо сделать, чтобы продать машину. Ты пытаешься научить людей мыслительному процессу. Некоторые к этому не склонны. Вполне возможно. Давай с другого конца зайдем. Мы видим, как развиваются события на первичном рынке. Первичный, вторичный рынок — это сосуды, сообщающиеся. Это точно. Первичный рынок у нас меньше порядка трех миллионов где-то в хорошие тучные годы. Вторичный рынок больше пяти миллионов обычно. Да. Вот у нас тринадцатый год не самый удачный, и дилеры вынуждены заканчивать его с большими скидками, чтобы хотя бы попытаться расчистить склад. На четырнадцатый год какие прогнозы по вторичному рынку? Ведь если на первичном будет сокращаться план, значит, будет меньше людей пересаживаться со старого на новый. Значит ли из этого, что вторичный рынок сократится или вторичный рынок, наоборот, разрастется? Они взаимосвязаны вот в этих цифрах? — Тут вопрос, а для кого? Ну, то есть перспективы для кого? Для клиентов? Для дилерских сетей? — Нет, для клиентов, для физлиц. — Для кого? Ну, все правильно, рынок больше пяти миллионов автомобилей с пробегом. И у людей, которые покупают, они тоже, смотрите, есть выбор. Это не десять лет назад, когда там было три-четыре машины, которые человек выбирал. Сейчас, открывая какую-нибудь, он видит несколько страниц на том сайте, на котором мы ссылались. — Давай я буду апокалиптичен. У нас в 2014 году сдохнет первичный рынок, и в этой связи вторичный сдохнет или нет? — Нет, не сдохнет. Это было, ну, мы же проходили восьмой-девятый год. — Вторичный как раз очень хорошо себя повел. — Он так и будет себя вести. — Но цена там упала. — Ну, а и на новый, на все упала цена. Рынок-то жив остался абсолютно, он не завалился. — Рынок как явление. Но в восьмой год люди ввалились с теми самыми ценами ожидания, которые его парализовали на полгода точно, потому что где-то до лета восьмого года мало что продавалось. Все хотели, чтобы уж мне так заплатили-то сполна. Выяснилось, что никто этого нет. И вторичный рынок пришел в себя, по большому счету, только под конец восьмого года. В отличие от первичного к девятому. Да, в отличие от первичного рынка, который пришел только года через два с половиной. — Ну, не знаю, у меня немножко другие ощущения. Он не замирал, не умирал. Там важно было в той же ситуации, как я всегда говорю, в важной ситуации, в этой ситуации правильно действовать, правильно работать, понимать, что будет происходить дальше. — И что будет происходить в 14-м? — Ну, даже если рынок новых, как он там будет глобально валиться, хотя я тоже в этом, честно говоря, не сильно уверен, что он будет сильно валиться. — Например, анализ восьмого-девятого года показал, что вообще рынок по продаже автомобилей с пробегом, при том, что новый располовинился там, по-моему, да, и с 2.8 превратился в 1.450, восьмое к восьмому году, да? — Да, где-то так. — А по автомобилям с пробегом просадка была где-то порядка 10% всего лишь. Там было 4.208, чуть меньше стало 4.00 в девятом. Люди же все равно, неважно, то есть как бы какая бы ни была экономическая ситуация в нашей стране, ну, до определенного предела. Мы же все равно чего-то хотим нового, мы хотим изменения в нашей жизни. Люди меняют, ну, то есть как бы не мог себе раньше позволить новую машину, возьму другую, ну, с пробегом, ну, ничего, поработаю еще. То есть поэтому этот рынок, он более стабильный. Он меньше падает, но он не так растет бурно, да, то есть он более такой как-то сбалансированный, что называется. — И на 14-й год может произойти отток клиентов, когда новый будет не по зубам, в том числе из-за того, что цены вырастут, и там утилизационный сбор, и качество упадет, потому что наши отечественные сборки станет больше у любимых брендов. И тогда вполне возможно один из двух вариантов. Первый вариант — вторичный рынок начинает стагнировать так же, как и первичный. Второй вариант — наоборот. Все ушли с первичного на вторичный, и поэтому те, кто сейчас не решил вопрос, куда девать свою старую машину, они могут этот вопрос более успешно решить в 14-м году. — Ну, предложение... Тут, ну, ситуация двоякая. Для меня нет такого рубикона. Либо сейчас делаешь, либо потом там будет происходить что-то. Ну, как это? Все будет, мы будем... Рынок будет дальше развиваться, все будет нормально. Здесь просто важно именно так же понимать, что при таком количестве автомобилей продавать вот четвертый вариант — это точно будет все сложнее и сложнее. Самому продавать из года в год будет все сложнее и сложнее. Вот это тренд 100%. — В том числе потому что? Потому что станут сильнее и удобнее предложения всех предыдущих трех вариантов? — Да, да, да. И это... — То есть они станут дешевле? Потому что в чем выгода от того, что я пошел оттрейденился, откомиссионился, либо выкуп? В том, что я на руки получил больше денег. Это с какой стати произойдет? — Дело даже... Нет, ну, под выгодой... — Ведь юридическое удобство, знаешь, это для москаля клятого, здорово. Я не обременительно пересел со старой машины в новую. И у меня больше нет никаких забот. Провинция живет чуть педнее. — Да, но опять же опыт работы с регионами показывает, что при наличии хорошей услуги... Ну, то есть, понятное дело, что люди хотят больше денег, да? Но мы не всегда так устроены. Нам нужно решение той задачи, этой задачи, этой задачи. — Ты сказал, что со временем самостоятельная продажа будет потихонечку сокращаться, потому что наберут силу и станут интереснее все остальные три схемы взаимодействия с юридическим лицом. Но поскольку самое главное, чего ради люди обращаются в трейдинг, в комиссию или по поводу выкупа, это все-таки количество денег на руки, ты хочешь сказать, что количество денег-то не увеличится, а просто возрастет качество услуги. — На мой взгляд, да. — Удобнее станет. — Да, но услуга там не будет стоить 2%. Ну, то есть, как бы, и на мой взгляд... Ну, экономический расчет показывает, что там, почему я даю тот диапазон и бизнес-планирую, ее невыгодно оказывать эту услугу, зарабатывать там 2-3%. Ну, то есть, как бы, если мы вкладываем свои деньги, то там, ну, опять же, зависит от того, сколько компания вкладывает. Занимается ли она персоналом, делает ли она нормальные площадки, готовит ли она машины, или просто покупает, и на следующий день ее немое продает там плюс какую-то сумму. — Ну, я помню, несколько лет тому назад, как у мейджора стояли стадионы до горизонта, заваленные техникой под сугробом, под снегом. — Этого уже нет. — Ну, то есть, как бы, да. — Разгребали несколько лет, да. — Да, то есть, поэтому, да, разгребали несколько лет, и сейчас, соответственно, все лучше и лучше. То есть, машина готовится, в них вкладывается, и в машины, и в персонал, и во все прочее. Поэтому услуга сама... Услуги сами по себе, они будут более удобные. А люди не всегда идут за деньгами. Мой опыт точно... Ну, то есть, я приведу пример бытовой, на самом деле. Да, вот, мы же не всегда так принимаем решение. Вот то, что я очень люблю. Мы можем покушать макароны вечером, на ужин, да. Это будет стоить сколько? Сколько столько стоит макароны? — Ну, 25 рублей. — 25 рублей, наверное, да. А можем пойти в ресторан и заплатить, например, 400 за порцию макарон. Люди же тоже платят, да, то есть, как бы... Ну, то есть, там же что-то тоже есть. Они же умом-то понимают, что это намного дороже. — Но хочется в ресторан. — Хочется в ресторан, хочется в хорошей обстановке. Ну, то есть, хочется, чтобы меня обслуживали. Ну, там много-много, что нам хочется. И если то, что нам хочется, нам дают, и просят за это разумные деньги... Хотя где здесь разумные деньги за макароны за 400 рублей? — Нету, конечно. — Ну, то есть, как бы, все-таки мы немножко по-другому. Мы не всегда меряем деньгами. И когда мы дадим, ну, то есть, когда люди получают тот уровень обслуживания, то, в принципе, я думаю, что проблем с этим становится все меньше и меньше. Люди будут пользоваться этим. — Александр Перепелов, HeadMateLab. Спасибо. — Спасибо всем. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...